Агитационный автопоезд ЛДПР продолжает свой путь по Севастополю. Площадь перед культурно-информационным центром – это уже вторая точка, где в рамках проекта проводится праздник для жителей города. Это достаточно большое событие для города Севастополя, потому что, насчитывая, наверное, 25-летнюю историю агитационных поездов, в Севастополе принимает в первый раз такой агитпоезд Жириновского. Формат данного поезда заключается в том, чтобы политики, известные спортсмены, известные артисты в прямом контакте общались с простыми людьми, севастопольцами. Потому что время политических речей, понимаете, мне кажется, оно прошло. И оно очень скучно, и сегодня народу это не надо. А мы создаем формат общения, формат непосредственно, скажем так, уважения друг к другу. Для севастопольцев подготовили концерт, мастер-классы для детей, показательные выступления спортсменов. Гости праздника могли сдать нормы ГТО. Была открыта и точка сбора обращений. Севастопольцы делились своими проблемами, которые на местном уровне решить не удается. По словам организаторов, все письма будут рассмотрены юристами ЛДПР в Москве. Ни одно обращение не останется без ответа. Мероприятие отличное. Но я вообще непосредственно участник этого процесса. Член партии ЛДПР, депутат Гагаринского муниципального округа Авраменко Оксана Валерьевна. Таких событий бы побольше. И когда мы людям говорили, они рады, что проводят праздники. И когда люди могут напрямую обратиться и отправить свои послания в Москву. Это большое счастье для местных жителей. Очень радостно, что такие мероприятия начинаются. Что Москва обращает нас внимание. Что севастопольцы района вместе проводят это мероприятие. Солнышко выходит. Молодежь, все счастливые. Что много шариков, знамен, ЛДПР. Ну то есть прекрасное вообще мероприятие. Прекрасно, что Катя Лель к нам приехала. Побольше бы таких автопоездов, чтобы это как-то происходило. Чаще, регулярней. Будет вообще замечательно. Тогда город будет еще счастливее. Выборы будут в парламент, в местный и президент. Поэтому надо народ шевелить, чтобы активнее принимали участие в жизни государства нашего. В рамках мероприятия координатор севастопольского отделения ЛДПР заявил о намерении представить свою кандидатуру на выборах губернатора города в сентябре этого года. Учитывая ту предвыборную программу, которую я соответствую с действующим законодательством Российской Федерации чуть позже озвучу. Девизом которой является усиление государственного устройства в городе Севастополе и как можно скорейшее решение тех противоречий, которые сегодня у нас в севастопольском обществе, которые мешают комфортно проживать в нашем родном городе. Я уверен, что на предстоящих выборах в сентябре я одержу победу. Многие севастопольцы, с кем я успел за эти дни пообщаться, тоже готовы принять местную кандидатуру. И вот самой патриотической партии России, старейшей партии от ЛДПР. Владимир Войфович, Илью Григорьевича поддерживает, знает. Я присутствовал на их личной встрече несколько раз. Поэтому все шансы на победу есть. Высший совет партии и президиум фракции ЛДПР одобрил кандидатуру Ильи Журавлёва в качестве претендента на должность губернатора Севастополя. Решение утвердят после начала предвыборной гонки. Вероника Андреева, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова